В стареньком поношенном плаще, на глаза надвинув свой беретик, шёл старик и нёс, зажав в руке, из ромашек маленький букетик. На свидание девушка спешила в туфлях на высоких каблуках и в толпе случайно зацепила шедшего навстречу старика. Девушка обернулась, дедушка, простите, поднял он уставшие глаза, милая, куда же вы так спешите, ждут меня, опаздывать нельзя. Хорошо, когда вас где-то ждут и встречают с радостью на лицах, а моя любовь нашла приют там, куда могу не торопиться. Девушка взглянула на букет, и в глазах застыло сожаление. Он продолжил. Вот уж восемь лет ей ношу ромашки в день рождения. Их она особенно любила, волосы вплетала ей в венок, даже в день знакомства, помню, было платьишко на ней в такой цветок. Много лет мы были с ней женаты, но не газ любви волшебный был. С первой встречи до последней даты я всю жизнь ее боготворил. Улыбнулся. Крепче сжал букет. И пошел тихонько к остановке. А она смотрела ему вслед, словно вниз летела без страховки. Он там ждет за столиком в кафе, злится, ведь у них всего лишь вечер, галочкой помеченной в графе между тренингом и важной встречей. Да, он изначально не скрывал, кто такой, какой машиной рулит. После встреч такси ей вызывал. А она надеялась, что любит. Ухмыльнулась, сбросила звонок, номер удалила в неизвестность. Знала все, что он ответить мог, только больше ей неинтересно. Нужен тот, кто будет понимать и любить, и чувством дорожить. Нужен дом, в котором будут ждать. И букет ромашек от души.